Дюсш-Арсенал Команды поборются за кубок профессионального футбольного клуба «Арсенал». На этот раз мы решили показать вам турнир глазами участника. Ну что, поехали! В турнире участвует 32 команды. Михаил Максимов, организатор турнира, провел жеребьевку. И команду узнали своих соперников в групповой стадии. Что касается моей команды «Нова», то мы попали в группу «А» вместе с коллективами под названием «Крисмос», «Палатка» и «Шмониум». Честно сказать, с группой нам повезло. Две победы, одна ничья, и мы уверенно выходим из группы с первого места. После утреннего дождя погода разгулялась. Облака как будто растаяли в лучах яркого солнца. До матчей на вылет оставалось чуть меньше часа. И я решил взять в руки микрофон. Или у вас что-то не получилось? Скорее всего, сегодня невезение. У нас, да, у нас мы пропустили. У нас все вместе. У нас и соперники достаточно достойные попались, и невезение просто. Для нашей задачи, конечно же, попробовать массово жителей Тульской области, чтобы они полюбили футбол, проводить больше этих турниров, на самом деле. В будущем времени появится и Лига Арсенала, она скоро начнет действовать, как и премьер-лига. Поэтому у нас большие планы футбольного клуба. Как бы следуем, тихонечко двигаемся вперед. Как развивается игра, все нормально у вас? Отлично. Какой счет? 1-0. Все группы доиграли свои встречи. И определились 16 команд, которые не имеют права на ошибку в следующих матчах. Это плей-офф. Мы, ослепленные своими неожиданными победами в группе, попали на команду «Свобода». Из первых минут оппоненты объяснили нам, что не собирается тянуть время до послематчевых пенальти. Три голевых момента на один полумомент в пользу соперников. К нашему счастью, матч закончился со счетом 0-0. Пришло время в футбольной лотерее. По три человека от команды, мяч на точке, первый бьет команда «Нова». Разбег, удар, точно в левый нижний угол. 1-0. К слову, это единственный гол, забитый в серии пенальти. Вот так команда, у которой была цель хотя бы выйти из группы, прошла в четвертьфинал. Три победы и кубок наш. Ну или две. Получить медали тоже очень приятно. Настало время четвертьфиналов. На этот раз мы попали на команду со своеобразным названием «Ром-нож». Получить пять голов в свои ворота, когда матч идет в семь минут, очень неприятно. Еще неприятнее оставаться в шаге от медалей. Команда «Нова» вылетает из турнира. «Ром-нож» будет бороться за путевку в финал. Несмотря на уверенную победу над нами, «Ром-нож» спотыкается о крепкую команду «Рассвет», что для наших обидчиков равносильно закату. И готовится смотреть на финальное противостояние команд, название которых кого-то бодрит, а кого-то наоборот – клонит сон. «Заря» и «Рассвет» определят между собой, кто именно станет обладателем Кубка ПФК «Арсенал». Как и подобает в финалу, игра получается вязкой и цепкой. До чемпионства один шаг, и проигрывать никто не хочет. Но чтобы побеждать, надо забивать. Единственный мяч в финале на счету «Зари». И затяжной штурм «Рассвета» во втором тайме ничего не изменил. 1-0. Классный турнир. Спасибо огромным организаторам. Мы поиграли, просто отвели душу. С ребятами играли в команде, с которой знакомы с детства. То есть атмосфера просто высшая, погода. Ну, поначалу чуть подвела, но потом, сами видите, солнце, все прекрасно. Организатором турнира является профессиональный футбольный клуб «Арсенал». При участии фан-клуба «Арсенал», правительства Тульской области и администрации города Тулы. А также объединение спортивных болельщиков.